Всем привет, с вами Супер Стас, и сегодня прям необычный ролик. Во-первых, потому что я не снимаю на своей кухне. Во-вторых, я пригласил самого Хесуса. Давай, на колени, на... И в-третьих, мы будем есть еду из игр. Вы, наверное, спросите, а что это за еда? А я вам отвечу... Я... Потому что я обрызгал весь интернет и нашел достаточно блюд, чтобы сегодня попробовать. Мне кажется, будет достаточно интересно, так что хватит болтать. Погнали жрать. Я давно звал легенду, и она пришла. Некоторые блюда – это эксклюзив. Я надеюсь, что не будет еды из зоопласта. Рецепт из World of Craft, целая книга. Я прямо ощущаю вот этот вот подъем здоровья. Я не понял, как-то мне неловко. Ничего себе книги. Слушай, я так пока не умею. Мы с семьей, мы кушали сосиски с помойкой. Sega Mega Drive. С чего началась твоя игра? Ну что, ребятки, вы дождались. Вы все знаете, что я давно звал легенду, и она пришла. Я здесь. И мы притричим лицо Егора Шипа, и он... Давай пей с него. Я делаю вдох, как пахнет Диор. А мы все знаем, как пахнет Диор. Я даже знаю, как пахнет Егор Шип. Я его недавно не делал. Нюхал? Понюхать немного. А, думаю, это не шашлыком пахнет. Когда я тебя звал, я тебе сказал, что будет еда из игр. Я на тот момент даже не понимал, что это будет за еда. Просто была идея. Я сел такой, типа, знаешь, такой... И нихуя. То есть я вбил, и, типа, очень мало результатов. На Ютубе почти нет видосов. То есть то, что мы будем есть, некоторые блюда, это эксклюзив. Я, как уже говорил, на самом деле, я вообще... Вот сколько я играю в игры, я не помню, чтобы была вообще какая-то еда. Примерно три ассоциации у тебя. Ну, хотя бы там вишенки из Пакмана. Я надеюсь, что не будет еды из Аутласта. Какого-нибудь. Либо, знаешь, там Resident Evil 7, например. Там много еды было. Где они там в доме с семьей ели уши человеческие. Там вот эти все... Блин, а что ты мне рассекретил-то? Блин, слушай. Не, если такой, конечно... Не, будет World of Warcraft, Far Cry 4. Devil May Cry, Zelda, Fallout. Ну, конечно, в какие-то эти игры я играл. Ну, что, какую-то еду, я там не помню. Не, ну, звучит интересно, заманчиво. Я бы, конечно, это... Готов начать? Я, конечно, всегда готов. Вообще, давай так тогда, как вот... У нас будет во время ролика какой-то блиц. Три топ-игры. Вот прям вот от самого начала твоей... Первый раз ты попробовал в что-то играть до данного момента. Три топ-игры. Первая достаточно уже такая устаревшая игра. Она еще вышла на Sega Dreamcast. Это эксклюзив для этой консоли. Называется Шему. Шему. Шему, да, две части. Ну, ты, конечно, задрот. Ну, вот было дело, да. Прямо такое... Где-то олдскул и свело. Ты знаешь, что это за игра? Нет. Моя первая игра, и данный момент является лучшей, это Lineage 2 Interlude. Было дело, тоже пробовал играть. Ну, это прям... Слушай, это ты задрот получается у нас? Да, прям... Пять лет я отдал этой игре. Нормально. Дальше второе. Вторая у нас игра, это Half-Life. Это классика. Как-то олдскулы сводят и сводят. У меня, конечно, я отдаю предпочтение все-таки... Игра, которая, наверное, мои коммуникативные навыки развила, это Dota 2. Я ее считаю... Я так понимаю, у тебя только онлайн линейка, Dota 2, то есть кооперативный мультиплеер, короче говоря. У меня, когда я подсел на Lineage, я вник в это интернет-сообщество, и для меня уже синглплеер никогда... Я проходил Half-Life, конечно, и очень любил эту игру, но почему-то считаю для себя открытием это онлайн является для меня фундаментальной. Становление как человека, общительного, коммуникабельного, блогера, креативщика. Все, я прошел через онлайн игры. Ну это да, потому что в обычную одиночную игру 5 лет ты играть не сможешь. Ну и третий давай. И третий у нас... Ну тут все на самом деле просто Детройт. Это достаточно новая игра. Не играл я. Давай, вот хватит болтать, погнали жрать. На данный момент нам принесли Крабовый Радгун из Фаркрая. Я играл только в первой, больше я серию не проходил, но видел, что люди вроде в нее играют. Эту закуску не хотел попробовать, разве что ленивый. Так сильно ее разыгромил один очень эпатажный диктатор. Прошу, подожди меня здесь, рекомендую Радгун. Терпение, я скоро вернусь. Похоже на жареные пельмени, но пахнет вкусно. С крабом. Давай, нюхаем. Балдеж. Так. А пахнет как-то як. А пахнет как-то як. Давай. Да, неплохо. Давай. За наш сегодняшний ролик. Руки помыл? Нет. Я тоже. Поэтому за наше здоровье. Это вкуснее всегда. Что хочу сказать. Ну типа очень насыщенный вкус, яркий и сразу чувствуется краб. Почему я чувствую сыр? Потому что там есть сыр, но крабовый привкус. Слышишь, он на первом месте. Ну что я могу сказать? Блин. Ну 10 из 10 ставить, конечно, это было бы... Опрометчиво. Да. Но ты можешь себе позволить это. Я бы девятку поставил на самом деле. Серьезно. Мне прям очень понравилось. Смотри, что мне здесь нравится. Хрустящая корочка, ненавязчивый вкус, насыщенный сыр и крабы. Это все так складывается, и оно так приятненько, вот так вот скатывается все. И ты такой думаешь, жизнь прекрасна, а игры это еще лучше. Да. Погнали дальше? Погнали. Сейчас где-то плачет один Дима Масленников, потому что он фанат «Звездных войн» до кости. Он бы сейчас все рассказал бы, наверное. Мы ему оставим. Да, но это у нас кольца хурдала. Ну или, как у него в описании написано, хургла. Ну, в общем, кольца и луковые кольца с беконом. Это все взято из официальной поварной книги по «Звездным войнам» Star Wars Galaxy Edge. Я считаю, что руками вкуснее. Вот так вот прямо. А я все-таки вилочкой попробую. Ох, йо-йо-йо. Честно, как закуска, это, наверное, было бы прямо так вот. Мне кажется, это идеальная закуска к пиву. Вот сына в моменты попадает. И мы с Кесусом не пьем, но идеальная закуска к пиву. А в «Звездных войнах» пиво пили? Я думаю, там точно бухали. Как так можно было по космосу хуярить и не бухать? Просто я один из немногих, кто вообще не смотрел «Звездные войны». Поэтому я даже не в курсе, было оно там или нет. Оно острое. Хотя игра «Звездные войны» не... А, это еще игра к тому же. Тем более, тоже не играл. Моя оценка, что здесь хорошо. Лучок прям хороший, такой немножко ядроненький. Бекончик, он такой жирненький. И это все зажарено. Это очень вкусно, но жирно это раз. Это точно под что-то нужно, как говорится. Такое заходит, и то и правду под пиво, спору нет. Кто пьет пиво точно. Ну, а если вы шарите «Звездных войнах», то напишите, как вам этот рецепт. А мы идем дальше. Куда-то собрался, я же оценку еще не дал. А, точно. Ой, дурак. Короче, что я могу сказать. Бекон я не особо, скажем так, люблю. Не так часто употребляю. Лук я люблю, но только в сыром виде. А здесь я так понял, немного запеченный такой. Но в целом, опять же, как закуска, ок. Но я бы дал пять из десяти. Если вы хотите увидеть еще ролики с Хесусом, ставьте 100 тысяч лайков, и мы снимаем новый выпуск интересный, где его буду кормить. Потому что вы видели, как он, ну вот. Вот он Стас, а вот он Хесус. Так что ставьте лайки, чтобы Хесус покушал. Так, бро, что ты видишься на столе? Что-то похоже на деширак. Это у нас легендарное блюдо пандерийской кухни. А именно идеальная лапша быстрого приготовления. Вот и все, что могу сказать. То есть все-таки это именно как деширак быстрого приготовления? Да, и это официальная книга. Я нашел на Озоне. Она существует. Это рецепт из World of Craft. Целая книга, прикинь. Это один из этих блюд. Ну вот в эту игру я играл. До 65-го левла докачался. Но у тебя еще на столе вот здесь вот эта штучка стоит. Это что у нас? А это у нас Красная Зельда из Легенда of Zelda. Значит, Красная Зельда-то, а что оно дает? Красная пополняет здоровье. Это как раз то, что мне нужно сейчас. Давай начнем? Начнем с него, да? Это твое здоровье. Ммм, вообще-то кисленький такой. Хороший смузи. Я прямо ощущаю вот этот вот подъем здоровья. Нет ничего лишнего. То есть оно и не слишком сладкое, и не слишком кислое. Оно прям идеальное. Я люблю малину. Очень сильно люблю малину. Есть она вкусная, сочная. Потому что то, что проведут в магазинах, ну залупа полнейшая. Вы меня поймете. Понял, 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 понял. И вот это сейчас мне напомнило, что я вот в саду нафигачил этой малины, один раз так в рот закинул и дальше побежал галажопики по садику. Двадцать три. Я лайк ставлю, а скачанка. Я бы, возможно, даже десятку поставил. Десятку? Ну если говорить о напитках, сколько я смузи пробовал в своей жизни, это же как смузи можно считать. Ну это есть, ну зелье, это смузи. Собственно говоря, да, я бы дал десятку. Серьезно. Нифига себе. Вот это поворот, ребят. Лапша нас здесь зажглась уже. Что я могу сказать? Ну это же доширак. Ну я даю 9 баллов, потому что доширак. Подожди, а с мясом, а с яичком возьми. Это вкусно. А мясо попробовал? Конечно. А вот яичко я пробовать не буду. У меня там не усваивается белок или как-то фигня называется. Зато доширак усваивается. Яйцо такое типа в его организме. Так я не понял. Как-то мне неловко. И начинает, конечно, стоять на три хуели. Давай проведем промежуточные итоги. И я тебе задам еще пару вопросов. Вот что лидер? Я думаю, тут все очевидно. Те самые жареные фельмени, или как они там называются, наши первые продукты. Рангут, ну ты ей поставил 9. Да. А здесь 8. А здесь 9. 10. Ну это напиток. Значит, напиток, не, мы про еду сейчас. Значит, рангун, доширак и луковые кольца. Да. Это, конечно, вкусно. Подожди, напомни. А, World of Warcraft. Да. Это идеальная лапша по ангрийской кухне из книги World of Warcraft рецепты. То есть существует целая книга. Если вы, ребята, хотите, чтобы я эту книгу проверил и приготовил разные блюда для кого-то еще, то пишите в комментариях, потому что эта книга существует, она ее можно заказать. Всего лишь на 2 800 стоит, и можно всякие рецепты оттуда помынимать интересно. Потому что я видел там, ну такого я никогда не видел. Смотри, сейчас у нас на столе обычное блюдо, но в нем есть история. Это макароны с сыром Бламко из видеогрии Fallout 4. Я не знаком вообще с этой игрой. Я немного знаком, и поэтому я надеюсь, что они не радиоактивные. Вот. Это обычные макароны с сыром, что в условиях ядерного апокалипсиса несомненный плюс. То есть, видишь, здесь есть история, что для них просто значит хорошо. Что я скажу вот с виду это? Мне кажется, что она была бы... Смотрю на нее, мне кажется, она будет жирной, невкусной. А когда я беру, это все в сомнении пропадает, она такая нежная проходит, бросками. Да. Она прям во рту как будто тает. Оценка. Оценка. Ну, смотри, я поставлю 7. То есть, доширак для меня лично все-таки получше будет. Вот. Но это тоже неплохо, но семерка. В принципе, я считаю достойно. Пока только кольца, где-то аутсайдеры, но вот сегодня все основное на высоких этажах, на высоких рейтингах. Мне это нравится, потому что для себя я открываю вот огромный спектр новых эмоций в еде, потому что я не ожидал, что это так может быть вкусно, и что это просто можно приготовить в обычных условиях, потому что там рецепт очень простой. То, что я оставил на самый конец, это, конечно, десерт, потому что это награда за еду. Есть такая фраза. Ты как к десертам относишься? Ел вкусные десерты? Знаешь, я тебе скажу честно, я сладкое наоборот как-то не особо. То есть, из сладкого я стараюсь кушать там фрукты какие-нибудь, там бананы, например, вот. А именно вот такое... Но ты не любишь или пробовал вкусное, но тебе просто не нравятся десерты? Я не говорю просто мороженое. Я не люблю, я не люблю сладкое. Просто не люблю сладкое. Вот, это у нас пицца Dante Insferno из Devil May Cry. Не менее, типа, видишь, во-первых, пицца это очень популярное блюдо в играх. То есть, она есть Silent Hill 2, есть Heaven of Rain, Dead Racing. То есть, видишь, типа, во всех этих, я не знаю, что это за игры, но если вы знаете, пишите в комментариях. Давай попробуем эту остренькую, легендарную пиццу из Devil May Cry. Если кто-то шарит, всегда пишите в комментариях, если вы узнали то, что вы узнали. Так. Сразу, не нюхай, видно, стример. Ну, слушай, не, она вкусная. Но жирная. Ну, это просто стандартная пицца. То есть, ну, тут ничего, скажем так, ожидать и не стоило, я думаю. На данный момент я кушал вкуснее. Я тоже, да. То есть, мне кажется, для игрового персонажа это нормально будет. Но оценка, без оценки мы не уходим. Так, оценка, пусть будет шесть. Ну, хороший, то есть, лучше, чем луковые кольца? Это? Да. Ну, и пора десертик? Да, пора десертик. Ну, что, бро, вот они, блинчики-десерт из игры Helltaker. Это блинчики у нас... С шоколадом, наверное, нет? Шоколад, банан и нутелла. Я в эту игру играл. Она такая. Я прямо вот так вот буду делать. Ты смелый. Ого. Ты что, ты прям полностью в рот? Химкали. Слушай, неплохо, оно не такое прям... Оно не приторное. Это для меня плюс. Банана больше, чем остального. Да. Но я бананы люблю, поэтому за это, конечно, оставлю лайк. Мне нравится, кстати. Несмотря на то, что я не люблю сладкое. Оценка? Семерочка. Все, давайте, ребят, мне все понятно на данный момент. Сейчас хотел бы вот главный вопрос вообще. Знаете, вот у людей что-то связывает всегда, как они начинают вообще свою деятельность. Моя деятельность в играх, если мы сегодня проигрываем, мы сегодня со стримером. Моя игра началась в жизни с Sega Mega Drive. С чего началась твоя игра? С Dendy. Ну, Dendy была не моя, поэтому я ее не считаю. Нам приносили. А тут же была не моя. Ну, тогда надо что-то свое первое. Я выиграл лотерею и купил себе Sega Mega Drive. Ну, у меня, скорее всего, если я не ошибаюсь, как я помню, первая консоль, которая у меня появилась, своя, это Sega Dreamcast. А потом уже Sega Mega Drive, так она называется. Я ее купил у друга за 50 рублей. Ты назад шагнул, да? Ну, да, у меня все-таки странно немного. Потом у меня после Sega Sony PlayStation появилась. У меня уже комп появился. У меня уже комп появился. У всех были компы, а у меня, блин, плойка была первая. Хорошо разговаривал. Приятного аппетита. У меня не было второй, например, плойки. Сразу потом третьей. У меня вообще никогда плойка не было. У тебя сейчас пятая. Ну, это я психанул и стал консольщиком. Ну, пока еще не понял кайф. По чуть-чуть. А на пятые игры мало, поэтому... Не, ну, я же играю в те, которые не играл. Last of Us, Detroit могу по твоему совету пройти. Это обязательно нужно сделать. Давай подведи итоги. Вот, на данный момент, любимое блюдо и нелюбимое. Не мне бы еловаться. Я бы вообще каждому блюду здесь поставил бы по 10 баллов. Ты знаешь, мне когда-то даже приходилось, мы с семьей, мы кушали сосиски с помойки. То есть, мы достаточно бедно жили. И, я помню, нашли целый мешок сосисок, сардельки такие. Я не знаю, может, из ресторана, там, из магазинов выкинули. Смотри, бру. Мы подобрали, ну, нормально, че? Мне, я тоже жил в свое время не очень, да, богато. Я из маленького города Шостки в Сумской области. И жрал то, что придется. Иногда даже жрал того, чего не было. Вот. Но на данный момент мы живем с тобой в таком обществе. Мы живем в Москве, и мы чего-то достигли с тобой. И мы все-таки должны оценить. Я оценю сейчас. Лучшее и худшее. Погнали. Лучшее и худшее. Лучшее – это вот то, что мы первые пробовали. Ракуны. Ракуны. Именно они, да. Худшее, наверное, все-таки эти луковые кольца. Ну, закуска. Да. Я, наверное, думаю, что лучшее почему-то в открытии сырное вермишель. Потому что на вид и на вкус оно разнится у меня в голове. Вот они меня почему-то вот подкупили. Потому что вот на вид мне казалось жирное, невкусное. Я пробую, оно сливочное, вкуснейшее, тает. А худшее я, наверное, отдал бы пицце. Потому что луковые кольца в беконе для меня что-то новое. А пицца как пицца. Слушай, ты прав. Я об этом не подумал. Все, ребят. С вами был Супер Стас. Спасибо Хесосу. Мы очень, мне кажется, посидели атмосферно. Подождите, стой. Опять. Опять. Вот так вот. Я просто на ужин оставил. Ой. Пока. Пока.